У него учение о бабах и о мужиках является ресентимент. На нем, по сути, и продвинута вся... Ну, хуй знает, ресентимент, не ресентимент. Ресентимент — это, опять же, отношение снизу вверх, с некоторой такой завистью. Если человек критически относится к женщинам и женскому положению в обществе, это не значит, что у него автоматический ресентимент, если что. Чтобы был ресентимент, надо, чтобы ты был как бы чмом, и чтобы, ну, как бы, ты осознавал себя чмом по сравнению с тем, что ты критикуешь. Вот у феминисток, например, есть ресентимент, потому что, как бы, понимаете, да, основной, основной, как бы, основная цель критики феминисток — это... Ускулистый, мощный, альфа-самет, мужик, мужичара, который просто ебет всех вокруг, и деньги, деньги, деньги на него сыпятся. Он такой крутой, этот патриархальный, блядь, мужик, понимаете? Он такой, блядь, классный, охуенный, сочный, просто... Муа, блядь, муа, блядь, какой он прекрасный. Только проблема заключается в том, что, ну... И феминистки, что самое главное, пытаются быть недомужиками очень часто, да, то есть пытаются перенять форму мускулинного поведения, там, хотят работать на условно-мужских работах, так называемых, и так далее, так далее, так далее, так далее. Хоть хотят социализироваться как мужчины, да, то есть... В этом плане, вот ресентимент, чистейший, вот просто... Самая эталонная форма ресентимента — это ресентимент, собственно, феминистки. И проблема заключается в том, что их представления о мужиках, они, ну, как бы не соответствуют реальности на 99,9%. Блядь, но у них ресентимент к этому образу идеального мускулинного белого приветствую, Виталий, мужчины, который, блядь, какой он мощный доминирует. А у Арсена здесь этого нету. Арсен, скорее, признает, что мужчины, как бы, лучше женщин. И он не то, чтобы им, как бы, завидует. Ну, такое, не-не-не-не-не, не вижу здесь ресентимента. Софья Арсена, любая женщина — это предатель по профессии. Моя проблема с женщиной... Ну, современная. Я неожиданно согласен, что, может быть, не любая женщина — предатель по профессии, но многие современные женщины, они... проходят такого рода социализацию, в которой предательство — это норма. Вот. Женщине сложнее быть непредателем, чем мужчине. Мужчина знает, что если он предаст, ну, он по ебалу получит. Другие пацаны к нему будут хуёво относиться. Там ещё что-то с ним произойдёт. Девочка, если она предаст другую девочку, все такие, а, ну, вот тебя предали, мы предали друг друга. Это она меня предала, нет, это она меня предала. А, блядь, там начнётся какая-то хуйня, а потом они ещё и померятся сверху, и всё нормально. То есть у нас разная социализация. И то, что женщина — это прирождённый предатель, ну, может быть, не совсем прирождённый, ну, женщинам в целом легче предавать, чем мужчинам. И, кстати, лгать им тоже проще, если что. Ну, то есть, опять же, социализация женская, она больше подводит тому, что им проще... Оно не приветствуется, но это как бы не так нейтрально. Это, наоборот, это как бы нейтрально относительно. Это не то, чтобы какой-то большой грех. А у мужиков социализация, она, ну, например, армейская социализация. Если ты, блядь, в армии предатель, тебе просто, ну, тебе ебальник разобьют. Как бы тебя расстреляют, скорее всего, даже, кстати. Ну, и, в принципе, у пацанов просто с этим сложнее. Куда, да, куда... Можно более... Куда больше урон получить. За то, что ты предаёшь. Или, там, пиздишь, обманываешь, там, или что-то. Если девочка кому-то врёт, ну, другой девочке... Ну, и похуй, как говорится. Ну, соврала и соврала. А если ты пацану как-то соврал, и это его как-то, ну, наебало, ну, типа, в среднем это пиздюлей можешь за это получить. Вот, если человек получил урон от твоей лжи, ну, за это можно пизды получить. Женщины дерутся значительно реже, опять же. Вот. Женщина заключается в том, что я не люблю предателей. А женщина — это профессиональный предатель. Это игрушка. Я по многому согласен, внезапно. Ну, то есть, опять же, Николай Соболев, Николай Соболев рассуждает здесь из позиции богатого, высокого, харизматичного человека, который, ну, относительно мягок характером, судя по всему, да, и, в принципе, у него с девушками почти всегда всё было хорошо. Арсен Маркарян рассуждает с позиции человека, который не так давно разбогател вообще-то, но он как бы человек невысокого роста, не самый красивый в мире, соответственно. Ну, и, соответственно, женщины его очень часто скипали, предавали и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в то время, как Николай Соболев, ну, как бы, является условно завидным женихом, так скажем, вот вообще завидным, да, Арсен Маркарян таковым никогда особо не являлся. Даже своими миллионами, особенно сейчас, когда он уже такой припухлый весь, да, ну, что ему остаётся по жизни делать. Конечно, его предавали. Ну, любого человека тогда предавать будут. Я не осуждаю здесь Арсена, я понимаю, что, ну, блядь, он не является эталоном мужской красоты, а Николай Соболев, в принципе, симпатичный. Рост у него метр восемьдесят, что топовый рост вообще-то, в принципе, да, нормальный рост. Деньги просто тоже, опять же, рекой, и уже очень давно, и он очень медийный уже много лет, как бы. Николай просто не понимает, что может происходить с женщинами, и как они могут предавать, как они могут нож в спину втыкать, и что это довольно систематически может происходить. Вот, не знаю, вот потеряет Николай Соболев все свои деньги, и не сможет возить свою девушку в Париж. Я ни на что не намекаю, но это будет очень хорошей проверкой для их отношений. Вот, вообразим, я не хочу намекать на то, что там кто-то с кем-то из-за денег, не из-за денег, просто, опять же, человек, у которого много времени есть деньги, и который их с удовольствием тратит там на своего партнёра, ему проще создать хорошую такую атмосферу для отношений для современной девушки, где её можно возить по всяким там странам, там, дарить ей подарки, цветы, ещё какую-нибудь хуйню. То есть, как-то так, да, то есть, а вот когда ты всего этого лишаешься, у тебя пропадает атмосфера, прекрасная, красивая, замечательная, весь этот флёр, который создавался в основном благодаря деньгам, там, на самом деле, денег бы не было, но вы бы гуляли где-то в парке. Вот, и, честно говоря, кажется, какой-нибудь особенно красивой девушке, вот, не понравилось. Ну, хз, вроде его девушка ушла к другому, у Николая? Серьёзно? Серьёзно? Или это уже другая девушка? Или какая девушка подряд? Не, у Арсена просто жесткач был, насколько я понимаю, то есть, его жёстко кидали. Это норма, для женщин это норма, блядь. Более того, тут ещё один фактор, довольно хуёвый. У женщин, пиздец, какая хуйня, с гормонами по циклам происходит. То есть, женщина может, как бы, испытывать негативные эмоции к тебе не только потому, что ты сделал хуйню, не только потому, что, там, я не знаю, ты ей деньги, блядь, не платишь, условно, да, а просто потому, что у неё хуёвое настроение, что у неё там месячные сейчас, или там ПМС, у неё просто резко настроение падает, ей нихуя не хочется, она тебя нахуй хочет посылать на регулярный. Причём, у разных девушек это воспринимается сильно по-разному, и они ведут себя довольно-таки по-разному. Я вам ещё раз, да, ещё один факт настоящей жизни, да, вот как клей тянок. Если вы попадаете в период, а, нихуя себе, я про это вообще не слышал. Так вот, если вы попадаете, если вы попадаете, соответственно, в период овуляции, в общении с девушкой, то есть овуляция, всё, уровень сложности изи относительно появляется, да, то есть вас не ждут какие-то чрезмерно сложные задачи. Вот, если вы знакомитесь с девушкой во время овуляции, может быть, секс даже там в первой же, собственно, там, не знаю, будет, в первое же свидание. Не всегда, но соу-соу зависит от её моральных убеждений, от всего такого. Просто она значительно, да, война, значительно легче. Если вы более-менее внешне нравитесь, она будет более расположена, более открыта каким-то телесным контактом, с ней проще иметь какое-то дело. Нихуя себе. Нихуя себе эго-бокс. Жёстко. Ну тогда я вообще не понимаю Соболева. Тогда то, что он говорит, мне совсем вообще непонятно. Девушка дьявола, суккуб. Женщина является... То есть, получается, Соболева тоже предали, правильно? Я правильно понимаю? То есть, девушка профессионально его предала когда-то, тоже выходит. Это не редкость? Это просто, ребят, не редкость. Как бы, я не говорю, что Соболев может быть здесь и правильно говорит о том, что, как бы, если кого-то предала девушка, это не значит, что все девушки предают. Это правда. Это не значит. Это личный опыт. Но просто, если это личный опыт очень большого количества людей, ну простите, как бы. Ну простите, блядь. Серьезно, сколько раз у меня была такая хуйня, что с девушками просто нельзя договориться. Они не договороспособны в принципе. Они берут свои слова назад. Они готовы просто вот в обратную просто пиздавать куда угодно. они готовы ставить ультиматумы очень часто. Да, такие, что вы вроде договорились сначала нормально, а потом, блядь, договор пересмотрен абсолютно, либо вы расстаетесь. Пиздец. Не, серьезно, современная девушка в среднем очень, очень, очень некомфортный, собственно, субъект для отношений. Я не представляю, как, что, и кого, и где, и когда, соответственно. Короче, я себе не представляю, как можно завести какие-то длительные отношения к современной девушке. Биологическим оружием по созданию... Ну да, Котофей, такое тоже может быть, но с матерями хотя бы, хоть как-то, знаете, там просто... Вот если ты мать и ты кидаешь своего ребенка, ну вот общество, оно как бы так... Блядь, сука! И там, ну, начинается давление. То есть здесь это происходит реже, потому что... А если женщина кидает мужчину, то все такие, ну и похуй вообще-то, блядь, пошел нахуй, блядь, долбоеб, сука тупой. Соси хуй. Что ты там заплатила ей деньги? Да хуя, да? Там подарки ей дарил, цветы, она тебе отвечала взаимностью, а потом слилась? Ну и что ты? А что ты злишься? А что ты... Ты зарплату всю потратил на подарки, цветы этой девушке? Она тебе отвечала взаимностью, гуляла, и казалось, что все будет хорошо, а потом она слилась и ебется с каким-то мужиком? Ммм... Ну ты лох, получается, да. Че, да? Вы же понимаете? То есть в данном случае все будут смеяться над мужиком в основном. А то, что она там, блядь, взяла с ебалок, с кем-то там ебется теперь за просто так, все такие, да нормально, че? Бывает. Имеет право. Это выбор женщины. Женщину выбирает, как бы. Будь аккуратен, офицер, на улице, как видишь бабу, сразу в сторону. Женщины не могут быть серьезными физически. Женщины вправду не счет. Да могут. Не, ну Арсен, понятное дело, здесь очень... Давайте так. Мне кажется, что и Арсен гиперболизирует позицию, и Соболев гиперболизирует позицию. Но средняя женщина это субъект, действительно, с которым трудно завести какие-то длительные отношения. К сожалению. Очень-очень трудно. Вот у русского мужика критерии женщины, на мой взгляд, занижены, а у женщины завышены критерии мужика. То есть, соответственно, все. И Арсен здесь правду скажет вам. Ну, то есть, он здесь приблизительно это и говорит, что среднестатистическая женщина, она считает, что она заслужит вот такого, блядь, мужика, как бы. Да, по уровню. А среднестатистический мужчина, ну, блядь, какую-никакую женщину хочет, там, да, чтобы была. Книжные отношения. Я считаю, это сатанинские слова. Итак, первое утверждение. Все женщины это предатели. Ой, ну это такая позиция очень раненого человека, мне кажется. Все женщины... А кто не раненый? А кто, блядь, не раненый? Кто из мужчин, блядь, не раненый? Можно, пожалуйста, руку, блядь, поднять? Кого нахуй не бросали несправедливо? Кого нахуй не кидали на бабки в том числе? Кому нахуй не переходили дорогу? Спасибо большое. Вот у кого, у кого не было проблем с женщинами? Вот даже давайте так. Все хорошо. Я? А у вас сколько контактов с женщинами было в войне? Сколько у вас вообще было женщин? Расскажите мне, пожалуйста. Если скажете ноль, не считается. Ваш опыт мы обнуляем, просто потому что вы, видимо, решили заранее воздержаться от женщин. Вот у кого прям реально было все хорошо? У кого было реально все хорошо? Мало у кого, наверное. Ну то есть это редкий человек. Не, у меня тоже были хорошие девушки. Ну то есть опять же, ну давайте так. На двух хороших девушек, которые у меня были за всю нахуй мою историю. И то я их бросил по некоторым причинам своим личным. Это я здесь как бы, ну я проебался, не я проебался, я не знаю. Там были нюансы, из-за которых я не мог, соответственно, не бросить. Ну, ну такое, короче. Не буду вам рассказывать. Довольно личная штука. Но я все обсудил, я все обговорил, я все как бы дал понять, как мне кажется. То есть, да, ну типа, чтобы было максимально понятно, а что, блядь, произошло. Ну я тоже, наверное, не самый приятный человек для отношений, но меня, честно говоря, сколько, блядь, об колено раз ломали, тоже, так что забейте. Забейте как бы, да. Здесь я тоже свой болевой такой опыт транслирую, но много у кого? Много у кого такой болевой опыт? У кого-то он еще более болезненный. То есть, опять же, да, 25% мужчин в целом, у них никогда не было и не будет секса вообще в принципе. Вот 25% зрелых, взрослых мужчин, прикиньте, вот у них никогда секса не будет. Они вообще никогда не подойдут к кормушке, так скажем. То есть, они до заветной писечки не доберутся вообще никогда. Вот есть опыт таких людей. Есть опыт людей, которые по году-два ищут себе девушку с большим трудом и только потом, когда ее находят, которые хоть как-то им отвечают, они начинают перед ней куколдить, дарить ей подарки, все что угодно делать, лишь бы она, блядь, с ними осталась. И то это не гарантирует то, что она с ними останется. Мне-то, блядь, просто. Я вот так вот похлопал, как бы девушка подошла, секс какой-то там хуекс произошел, а потом, блядь, кидало может произойти. Опять же, не жми. Мне значительно проще, чем многим мужикам. Меня это радует. Мой опыт вообще очень мягкий даже. И у Арсена, наверное, не очень жесткий опыт был. Потому что, ну, Арсен не урод тоже в целом. Особенно в молодости такой невысокий красавчик был. Я прошу задуматься, друзья, ведь Маркариан буквально лучший повод усомниться в том, что человек с высоким уровнем тестостерона на самом деле управляет своей психикой. Ведь этот Альфа... В моем случае просто дыхание. Это флекс. Этот Сигма Уберменш на целые десятилетия разнылся из-за расставания в 16 лет. Это болезненно. Прикиньте, когда вот ты думаешь, что вот девушки, они нормальные, что они такие романтичные, что они как бы хотят отношений нормальных, классных. И ты начинаешь им подыгрывать. И ты, соответственно, пытаешься что-то сделать. И ты много чего делаешь. И вроде бы женщина даже плюс-минус отвечает тебе взаимностью. Причем есть, знаете, вот это такое блядское ебанутое вот это вот кокетство, когда даже девушка, если у нее есть парень, она тебе, блядь, сразу не скажет, типа, чел, меня уже ебет другой, короче, отойди, забей, да? Она будет принимать ухаживание, принимать, блядь, подарки, блядь, принимать цветы может даже, понимаете? И все вот это вот будет продолжаться, пока не окажется, что ее просто все это время ебал другой, а ты просто так, блядь, кидал деньги. Ну, у меня такого не было, потому что деньги я не кидал. Но были ситуации, когда я гулял как бы с одногруппницей, это еще в самом первом вузе, и вроде бы не было никаких посылов на то, что у нее, блядь, парень есть, а у нее, блядь, все это время был парень. Я к ней там эмоции, чувства всякие испытывал, и как бы все было вроде бы хорошо, и я там по учебе ей помогал, блядь, и много чего еще сделал, да, соответственно. То есть как бы абсолютный позитив с моей стороны, абсолютный позитив с моей стороны, блядь. Она еще и гуляла, блядь, со мной, и общались, блядь, и переписывались нормально. То есть там не было, конечно, такой романтики какой-то, но я как бы пытался к этому приблизить, но там около френдзона какая-то была, а потом оказалось, у нее, блядь, ебри, блядь, был все это время, и она ничего вообще не планировала. Просто полный пиздец, блядь, просто полный пиздец. Была ситуация, когда я три недели встречался с девушкой, там вообще клевый секс был, все классно, там поцелуи, романтика, стихи там ей писал, и все такое. Через три недели она меня просто, блядь, кинула. Просто меня, блядь, бросила без объяснений, и, короче, и все, блядь, просто испарилось. Было охуенно, просто было классно, все было, кажется, супер, но, блядь, нет, она просто слилась. Взяла и начала меня гостить, и слилась, и все, блядь. И ничего, ничего не докажешь, ничего не скажешь. Просто пиздец, блядь. Ну, как бы, это кринж. Это просто кринж, блядь. Почему, зачем, непонятно. Ну, то есть, блин, это странно. В чем, понимаете, еще в чем проблема? Всякий раз, когда ты как будто бы пытаешься играть по правилам, всякий раз, когда ты пытаешься играть по правилам, тебя нахуй кидают. Это вот всегда так. Вот когда я играю не по правилам, все, все, в очередь выстраиваем женщин, ебем их просто вот всех подряд. А когда ты, как бы, играешь по правилам, это пиздец. Вот. Это просто пиздец. Когда ты начинаешь романтику какую-то мутить, когда ты начинаешь все еще что угодно делать. Это же странно. Вот. Так надо отказывать. Надо прямо отказывать. Не надо не отказывать. Надо прямо говорить, чел, никакой романтики ничего я к тебе не испытываю, не дари мне подарки, до свидания, как бы. Не хочу тебя обидеть, но вот вообще ничего к тебе не испытываю. Все. Прямо понятно. Потому что человек все это время, он будет себе накручивать. А если вы как-то непонятно отвечаете, кокетничаете, или даже ебетесь с ним, блядь, например, что вообще непонятно. То есть вроде бы уже ебля, и все нормально, и сексы, и поцелуи, и вообще все, блядь, да, сложилось. И ты думаешь, как же охуенно, да, вот моя жизнь как в мечте. И все, блядь. И все внезапно, блядь, ломается. Это очень неприятная ситуация для мужчины в целом. Это уебски. И такое происходит предельно часто. Предельно часто. При том, что давайте так. Есть моменты, когда я более-менее заигрываю так с девушкой, но при этом я как бы не особо серьезно это делаю. Так вот, соответственно, понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Было бы круто, если бы оно работало по каким-то более нормальным, очевидным, понятным правилам. Если бы у девушек была какая-то условная честь, так скажем. То есть, ну если ты принимаешь подарки, ну если ты отвечаешь на ухаживание, ну если ты там целуешься уже хотя бы или что-то, ну давай это уже будет хоть какой-то гарантией. Вот. Давайте это будет хоть какой-то уже гарантией на то, что хоть что-то, блядь, происходит между вами. Ну потому что на самом деле я сейчас выработал себе четкий такой рефлекс не испытывать к женщинам эмоций вообще. Никакую слабину не давать вообще. Когда всякий раз, когда я даю слабину, это всегда проеб. И я иногда нарушаю это правило, и это всегда оказывается, блядь, проеб. Хотя бы толика позитивных эмоций, которые ты к женщине испытываешь, ну почему-то оборачивается неудачей. Всегда. Меня тревожит следующее наблюдение. Из всех, кто разговаривал с Арсеном Маркаряном за всю историю Ютьюба, два человека робко уточнили. Но ты же не про всех, наверное, Арсен. Не могу согласиться с обобщением. Но ты же правда не считаешь, что все они предатели и паразиты. Ну, большинство женщин, предатели. И очень многие женщины-паразиты. Там надо очень неплохо так отбирать. Более того, женщина хочет паразитировать на тебе, даже когда ты достаточно красив, высок, собственно, когда ты умеешь разговаривать с женщинами, когда ты, соответственно, умеешь себя подавать, когда у тебя есть какая-никая харизма. Даже в таких случаях женщины хотят с тебя выгоду получить. Вот. Очень много предателей. Очень много предателей. Неожиданно много предателей и паразитов. Половина предателей, половина паразитов. Половина сидит, половина охраняет, да. Ну, блядь, согласен, тезис Арсена, Арсен не защитит данный тезис в любом случае, но, блядь, слишком, 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 слишком много, слишком много женщин, более того, женщины вас за людей в основном не держат, на сайт знакомств вы придете с вами, там как с говном будут обращаться, со мной там в среднем как с говном обращаются, чтобы вы понимали, да, то есть давайте так, 90% женщин просто, которые вас лайкнули, блядь, 90% женщин, которые вас лайкнули, будут обращаться с вами как с говном, Просто вот какая-то незнакомая женщина, какая-то незнакомая женщина, просто будет общаться с вами как с говном в среднем, опять же, вот магия, магия, вот как такое, как такое вообще получается, ты старше ее, ты больше ее зарабатываешь, ты, блядь, красивее ее, ты пизжее ее, ты вообще лучше ее во всех смыслах, и ты снисходишь с высоты, как бы, своей красоты неземной, и, собственно, своего огромного заработка по сравнению с ее, блядь, 40 тысяч. Ты вот снисходишь, как ангел, блядь, ангел, снисходишь с ней и даруешь ей непосредственно скрижали некоторые, а она, блядь, с тобой как с говном общается, ну, в среднем я просто так эту картину вижу, то есть, девчонки такие, ну, норм, но я бы не сказал, что совсем ты к ним прилично пишешь, там, ну, привет, там, ну, все такое, ну, это да, пишешь культурно, нормально, не доебываешь, не подъебываешь, как бы, бля, нет, как с говном общаются в среднем, опять же. Или вот в один день ты общаешься с ней нормально, а потом она нашла тебе ёбрия, и она начинает с тобой как с говном внезапно общаться. То есть, смотрите, она могла с тобой в один день флиртовать, все нормально и все круто, а потом хуяк, блядь, и ты уже говно. И ты вообще ответа не особо заслуживаешь, и тебе объяснений никаких ни на что не будет, просто иди нахуй, как бы, все. Я не понимаю, я серьезно, я просто этого не понимаю. То есть, девушки на начальном этапе отношений относятся к вам как к говну в среднем, на среднем этапе отношений относятся к вам как к говну, и на брачном этапе отношений относятся к вам как к говну. Мое, блядь, почтение идеально. Вот это среднестатистическая женщина и среднестатистические отношения, которые вас, блядь, ждут. Вот что с этим делать? Вот как с этим быть вообще? Три самых страшных слова для любой феминистки. Шахматы, бильярд, киберспорт. Ну охренеть! Мол, если в этих видах состязаний, в бильярде, в шахматах и в киберспорте женщина... Ну а там физуха просто не нужна. Типа почти всегда есть оправдание, что женщина просто слабее. Ну как бы, да, ну понятно, то есть в среднем мужик, какой-нибудь спортсмен, он, блядь... С мышцами большими, мощными и так далее. А, ну тянки просто менее мышечные. В среднем они не очень хорошо предисположены к большей части нагрузок. Не так хорошо, как мужчины. Особенно топовые мужчины. Ну и да, здесь у женщин есть оправдание просто простое физиологическое. В случае с шахматами, бильярде и так далее, если бы отбор среди женщин и мужчин был бы одинаковый, наверное, высказание Маркаряна имело бы хоть какое-то значение. Просто потому что, ну... Проблема, мне кажется, прежде всего заключается в том, что отбор не одинаковый. Отбор не одинаковый в том плане, что все же женщины реже идут в шахматы, поэтому отбор среди женщин меньше, и поэтому шахматисток каких-то суперизвестных, суперкрутых намного меньше. Чемпионок и всего такого. Вот. Кэш, это грёбанная чушь про уровень IQ. Одно могу сказать, друзья. Вот тот человек, который чаще всех ссылается на уровень IQ по наблюдениям, не обладает никаким высоким интеллектом. Иначе бы он понимал, что тест не отражает нахрен ничего, кроме способности решать задачи в этом тесте. Не, я бы сказал шире. Тест IQ показывает способность решения, прежде всего, абстрактных математических... Задач, похожих на математических, абстрактных задач. Поэтому, кстати, тест IQ очень часто пытались пересматривать, вводили в него какие-то новые характеристики, но классический тест IQ — это решение математических задач. Решение математических задач, почему оно хорошо коррелирует с заработком? Ну, потому что, блядь, когда вы хорошо решаете математические задачи, вам открывается доступ к разным специальностям. В которых решаются эти самые математические задачи, эти специальности нередко довольно финансово. Ну, короче, вас хорошо финансово могут обеспечить. Как-то так. То есть, да, есть другие всякие интеллектуальные показатели, которые IQ не захватывают. Тут еще зависит от того, какое определение интеллекта мы возьмем, и что мы как это рассмотрим. Ну, не, IQ нормально показывает вашу способность к математическим задачам. Современные девочки выросли на Барби, на Принцессах Дисней, а потом все сверху шлифают. Не, а что, это имеет смысл? Это тоже часть образования, социализация. ...сексом в большом городе. Мне очень импонирует этот аргумент. Это, конечно, упрощение, но в том числе. ...мол, девушки воспитаны своими мамами не так, как человек, который в этом мире может полагаться только на себя, уметь быть независимым. А в этом суть его претензии. То есть, каждая постсоветская девушка, женщина, которая с тобой начинает совместную жизнь, она практически каждый день думает о том, план Б, а если сейчас он меня бросит, а если это... А настоящие достижения только когда плана Б нет. Без шансов, все, г-г, мы до конца, мы до гробовой. Один вопрос, чему ты удивляешься, Арсен? И почему та девушка должна отбросить планы Б и В, когда сейчас огромное количество парней воспитаны, как ты? А что ему завтра? Тут все связано, на самом деле. Ну, давайте я вам график начерчу тогда. Вы заслужили график, ребят. График заслужен. Сюда, сюда, сюда. Подключай. Бог. Смотрите. График. График заслужили, пацаны. Пацаны совсем, ребята, заслужили график. Пять лет. Падцать лет. Падцать лет. Пятнадцать лет, да? Пятнадцать лет. Ну и давайте Сорокеточ, блядь, сорокеточ, пацаны Сорокеточ, пацан Короче, смотрите, как в среднем складывается жизнь обычного, приветствую, последнего дыхания, пацана Смотрите, короче, вот Как жизнь в отношениях длится Афиг вот здесь Вот это уровень отношений, их вообще наличие Вот это ноль У женщин такой, афиг черт Здесь тоже ноль, но идет в этот раз вниз То есть смотрите Вот у мужика ноль отношений в среднем Ноль, 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 ноль До 20 лет где-то вообще полный ноль Почему? Потому что женщины в среднем ориентированы на мужчин, которые Ну как это, что это значит? Старше их хотя бы на несколько лет Понимаете? Понимаете, да? То есть вот ему в 15 лет Либо ебать 13-12 летнюю тянку То, типа, из разряда, как бы, блядь, что-то дико недоступного Одногодки ему не дают На одногодок и нападают, как бы, мальчики постарше 20-летние, 25-летние Иногда даже 30-летние Понимаете? Вот 15-летнего пацана Как-то вот оно Как-то оно не с руки, блядь, так скажем Да? И популярность пацана начинает расти Вот где-то вот Идти где-то вот она может дальше расти Понимаете? То есть Вот где-то начиная вот с 30 До 30 лет, да? Вот с 25 Тем более с 30 Когда у тебя бабки появляются Когда ты там лучше одеваться начинаешь Находишь свой стиль, блядь У тебя вот здесь вот начинается, как бы, взлетная полоса И с 30 лет где-то У тебя вот с 30 лет Тебе доступны все женщины, как бы, условно, да? А вот То есть тебе доступны 18-летние 20-летние доступны 25-летние тебе доступны И все, в принципе, не против как-то с тобой заобщаться Да? Если особенно ты красивый, симпатичный и классный Вот если тебе 18, блядь, лет Вот тебе 18, сука И ты клеишься к 18-летней тянке Она такая Блядь, да ты малолетка Ты одногодка А где твои деньги? А что ты зарабатываешь? А ты не авторитетная А вот за мной дядя, которому там 30 лет ухаживает Он мне деньги дает на пивасик И там и то, и пятая, и десятая Айфончик мне подкидывает и так далее Нахуй ты ей 18 лет нужен? А ты ей не нужен Ты не авторитетен Ты мало зарабатываешь Ты не так красив, как могут быть Тем более пацаны в среднем за своей внешкой следят довольно хуёво Соответственно И поэтому в 18 лет человек может выглядеть хуже, чем в 30, блядь Если он не откупел, понятное дело, да? То есть если ты не откупел к 30 годам Здесь начинается твоя, как бы, стартовая, блядь, полоса Если у тебя есть карьера Если ты нормально, блядь, зарабатываешь Если ты, блядь, ну, короче, норм пацанчик Всё, с 30 у тебя взлёт, блядь Ты пошёл Ну ладно, нет Может уже снижаться У женщин ситуация несколько обратная То есть у них отношения-то как раз могут начинаться и в 15 лет В 15 лет уже где-то там не ноль, понимаете? Их там вот эти, их в 15 лет их окучивают 18-летние парни 20-летние парни нередко Иногда даже, блядь, и 30 в отдельных случаях Соответственно, 16 лет Ещё больше, да? То есть она востребована 16, 17, 18 лет она пиздец какая востребованная Она всё востребованная, востребованная 20, 25, она очень востребованная, да? Причём график здесь у женщин всё равно больше, чем у мужчин Вот График больше, чем у мужчин Она востребована И он начинает, блядь, снижаться К 30 он начинает снижаться, соответственно И поэтому, да, потому что женщины ориентированы на парней, которые старше Всегда, всегда старше На 2, на 3, ну не всегда, в большинстве случаев старше В большинстве случаев парни должны быть старше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет Очень нормальная схема, да? То есть 18-летние пацаны Почти всегда испытывают хуёвый опыт в отношении с женщинами Потому что большинство женщин, они хотят Условно вот сюда Вот, вот сюда, как бы Может быть, не так сильно, не на 20, 30 Но 20-летняя хочет 25-летнего, условно, парня, да? Как бы Ну, плюс 5 лет Плюс 5 лет Вот представьте, вот вам 18 лет И чё вам делать? На 3, на 3 меньше На 3 меньше брать 15 лет Уголовка, блядь В тюрьму, блядь Пошёл нахуй Нельзя трогать, блядь Но Ты 18 лет 15-летнюю Смог бы, блядь, соблазнить Но тебе нельзя, блядь Но тебе нельзя Тебя нахуй арестуют Чё остаётся? Ну, 16-17-летние Они тоже так Соу-соу Потому что ещё недостаточно Как бы пожилой для них Да? Ну, 18-летние Тем более тебе редко будут давать Соответственно Нахуй ты им нужен Если у них, помимо тебя Бедного такого, блядь, чувака Есть настолько же красивые парни Которым 25-30 лет У которых ещё бабки сверху есть Нахуй ты им, блядь, сдался Такой, блядь, в свои 18 лет Пошёл, пошёл нахуй, блядь, отсюда Как бы, да? Всё здесь просто На самом деле, да? А ты ориентирован Плюс-минус на девушек Которые Младше тебя Ну, опять же, может быть Минус 5 лет 3, минус 5 И всё такое А, вот Так вот Так вот И до этого, блядь У пацанов в среднем Вот здесь вот 18 лет 20 Да даже 25 Будет Довольно Хуёвый Опыт Вот Довольно хуёвый опыт Довольно хуёвый опыт В жизни С отношениями Даже если бы довольно красиво У меня был довольно хуёвый опыт У Арсена Маркаряна Был довольно хуёвый опыт С отношениями То есть Вот здесь вот Где мы организовываемся Где вот мы Как бы вот создаёмся Как личности Да Вот у нас Вот здесь возникает Очень хуёвый опыт Из-за вот такого вот Соотношения К сожалению это 15-17 летний парня том числе а женщина они здесь вот как бы кайфуют у них здесь какие-то требования появляются есть 30 летний дяденьки к этой 25-летний дяденьки которым что-то обеспечивают понимаете им подарочки иногда дарят а вам конкурировать с ними не с руки бы что вас ресурсов соответственно нет его нахуй не нужны получать все это грустно это грустно в каком смысле в каком смысле грустно продолжаем трав голову взбредет как человек который не несет ответственность не контролирует свое желание ебаса турнирные не могут не спать с другими женщинами но причем не бывает исключение бывают парни которые в 15 лет дрочат там девчонок там бывает там не знаю парни у которых там в раннем возрасте девчонки есть они там не знают покоя просто не все все девчонки их любят да это очень исключительные парни это очень редкая ситуация такого такое бывает очень редко ребят просто ну интересно получается как только речь заходят про парней тут личная ответственность снимается как может человек дать обещание на тему того как он себя будет чувствовать в будущем хватит пиздеть про дисне и пропали правильно петух арсен давай поговорим о кем воспитаны мужчины в двадцать первом веке вот кто про образ пацанов мал строй конор макгрегор маргенштерн какие александр шадов жопу повитухи все эти фильмы сериалы это ответ это реакция на ту эпоху когда вокруг такие же пустые болтуны как ты не я считаю женщины принципиально более избалованные отчасти до в избалованности женщин виноваты в том что мужчины 30-летние мужики блять 40-летние мужики которые дарят молодым девочкам блять айфоны заменеты и не только мужчины которые вводят девочек в рестораны мужчины которые у которых есть ресурсы которые задаривают девочек цветами вот вот эти люди виноваты да да буквально девочки видят как вот их подругам дарят цветы они смотрят инстаграме как очередная тянка там ей ее папе дарит цветочки колье и всякую другую хуйню машины даже и вот мужчины тоже виноваты да и женщины такие избалованные в том числе из-за того что вот так вот оно все происходит